Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последние сутки выявилось 90 новых случаев, и из такой цифры, к сожалению, мы начинаем октябрь месяц. В городе Якутске 53 случая, в Мирненском Улусе 6 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском по 32 случая, в Верхоянском 4 случая, в Алайховском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Намском по 3 случая, в Булунском районе 2 случая. Необходимо обратить внимание, что органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения выявляют все ближайшие контакты, к которым относятся семейные и рабочие контакты, и, соответственно, выписывается предписание по изолированию. Необходимо обратить внимание, что, к сожалению, за последние сутки у нас 2 случая от COVID зарегистрировано. За сутки в целом проведено 4571 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии у нас практически 500 тысяч сделано тестов на территории республики. Необходимо обратить внимание на тот факт, что само по себе тестирование у нас сегодня осуществляется уже 14 лабораториями, и, соответственно, органами здравоохранения принимаются все меры для того, чтобы снять проблемы, связанные с очередями, возникающими на компьютерный томограф и на тестирование. Еще раз хочу обратить внимание и подтвердить слова главного эпидемиолога Республики Саха-Якутия о том, что та же компьютерная томография и сдача теста на коронавирус являются непосредственно все-таки медицинскими манипуляциями, и именно они должны назначаться строго по установке врача. Не имеет смысла самостоятельно проходить компьютерную томографию или сдавать тестирование, если есть определенного рода контактирование или же непосредственно вы получили уже предписание Роспотребнадзора, то, соответственно, ваша задача прежде всего – изолироваться, а уже при определенного рода клинических особенностях выходить на собственную поликлинику. Необходимо обратить внимание, что за последние двое суток количество звонков, напряжение звонков в скорой помощи города Якутска, оно значительно уменьшилось. На сегодня мы открыли, и на утро у нас было порядка 100 с лишним коек свободных для того, чтобы размещать наших больных. Поэтому я думаю, что в такой определенного рода режим оперативного реагирования на сложившиеся ситуации, связанные в том числе и с тем, что у нас целая поликлиника, поликлиника первая, оказалась непосредственно некоторое время в нерабочем состоянии. У нас произошла на настоящий момент перемаршрутизация пациентов. Поэтому для тех, кто прикреплен к первой поликлинике города Якутска, моя такая просьба большая – не удивляйтесь, если к вам придет не ваш приписанный участковый врач. Но, тем не менее, медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Сегодня на оперативном штабе глава Республики Саха и Кутя акцентировал внимание на базовых позициях. Это прежде всего ответственности тех, кто является работодателями, руководителей учреждений и организаций, как по соблюдению режима термометрии, так и по соблюдению режима масочного режима дезинфекции и не проведение совещаний в реальном времени, только в исключительных случаях, а тут и, соответственно, направление людей на удаленную работу. Сегодня наша задача – обеспечить все санитарные условия для того, чтобы не допускать распространения ковид. Это одна из задач, которая есть сегодня у всех. Борьба с ковидом – это не только работа учреждений здравоохранения, это работа нас всех вместе. Ковид может победить только человек.